под водой едут нормально майни с вами всем привет и сегодня с реакция на ванту это пародия на один дома вы очень просили посмотреть этот ролик и не против погнали будет интересно производство он не твой хорошо частин сергей зинов бы даже ностальгия какая-то появляется снова и и другие фильме один дома пародия классно даже озвучка пытались максимально к оригиналу смотри в микроволновке интересно ну посушил женщина здравствуйте мужчина добрый вечер кто-нибудь девушка да что ж такое кто-нибудь может мне сказать где находится взрослые которые проживают в этом доме я собираюсь ограбить этот дом шаурму привезли а я тут колонез там уже заждались сочные какие к сожалению в беларуси такие не делают это к слову страна в которой мы завтра едем в 10 00 на три дня все эти максимальные уточнения да да кстати вы обратили внимание дверь открыта у нас всегда так такая семейная традиция а тебе чё а я мимо проходил просто проверяю вашу систему безопасности так сказать а то мало ли вас кто решит ограбить в ваше отсутствие ну это невозможно ну счастливо вам где зато будет тратить роль ребенка запрещает мне смотреть все теперь я понял не мешай я отправляю открытки ватсапе правильно шарма это как бы очень важно я же просил оставить мне сырном лаваше большая семья кровь не щелкает это правильно слушай сюда уж я съел брую сырную шаурму но если хочешь ее получить мне сначала придется сходить в туалет ооо гачи начинается ребята ооо даже тут момент оставить антибилет выкидывает один ну типично каждую пятницу одно и то же маленький хрен продал мараж поставь лайк с новым годом прошедшим скажи я вас ненавижу я вас ненавижу это неплохо это неплохо ля шаурму то съешь ну ё-моё ну смачно дай гануи шаурму хочу не хочу чтобы они все исчезли а еще я хочу научиться летать и еще шаурму в сырном лаваше туда туда я бы не отказался тоже у нас нет шаурму в сырном лаваше так ничего не забыли утюг не выключили ну он слишком он слился он спелился он просто спал в камуфляже ребята если ты в камуфляже то ты невидимый круто я придумал да все едут в плацкарте у толчка а нам я взял купе только для нас двоих ну почти для двоих ну это все конечно прекрасно но я хотела лететь на самолете нелетная погода ты же понимаешь если в такую погоду самолеты не летают они парят братан радуйся ты на к ты не поехал в плацкарте особенно когда ты очень у тебя большой рост то ехать в плацкарте это отвратительно ужасно вася олег что-то не так не ужасное предчувствие как будто бы мы все-таки что-то забыли разумеется вы что-то забыли например присесть на дорожку нет это я не забыла ощущение что это как-то связано с чем-то родным близким к сердцу ну ты еще скажи что мы кого-то из детей забыли мы ведь забыли коляна ну и слава богу что забыли да уж от него одни проблемы ну чисто типика у родителей очень переживают Алистина Георгиевна Демьян Кирилл где вы все видно что съемный дом такой чистый нет все таки это что-то другое например деньги похоже они все исчезли время ловить кейфарики ля холодильник кайфую огромный слушайте подождите он встроенный это бывают такие двухъярусные они не встроенные ну слушайте классно а чё огромный холодильник ляааа потом это отмывать там ломели хрустнули вы слышали писали ишах это хруст ламелей короче там придется ламели менять при сэф кровать хі-хе-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хіхі-хі-хі Который, не знаю, что мотоц проваливался и поддерживал себя в определенной форме. Ну а так тут какая-то ерунда. Займусь чем-нибудь более интересным. Блин, а как назло все зарядки они увезли с собой. Не могу дозвонить сюда. Это же под водой едут, нормально. Наверняка он уже нашел мои взрослые журналы и читает их без остановки. Что ж я за мать такая? Как я могла забыть деньги? Если это вас утешит, я забыл свой пароль от андоклассников. Это страшно, это страшно. Это же, это сцену пересняли. Я погорячился, уже ухожу. Один, два, десять. Это смех Джокера. А, блин, на первой части Один Дома был же дед, который с лопатой ходил, чистил снег. Я уже забыл. Блин. Он тут больше похож на злодея из Один Дома 3. Там, типа, это один тоже злодей, но я имею в виду, что актером. На актера похоже, который из Один Дома 3. Вот, то есть, справа в шапке. Что, я трус какой-то? Сейчас пойду и дам этому алкашу напохмелиться. Да, он пуст, Марк, абсолютно пуст. Эти Макаровы уехали, и мы можем ограбить этот дом в любой момент. Здесь все двери открыты, я вчера узнал. Ништяк. Что тогда, приступим? Друзья, можете дать копеечку? Чисто сугубо на интеллигентной цели. Пшел вон отсюда. Ну, вообще-то, на интеллигентной цели. Продолжим? Нет, мы не можем так рисковать, здесь полно народу. Вернемся сюда сегодня в 9 вечера. Да, в 9. И не минуты позже. Мы те самые знаменитые пунктуальные бандиты. Уже не терпится приступить к этому ладовому кусочку. Пунктуальные бандиты. Ты не исправим, Марк. Пойдемте. В 9. Сегодня в 9. Это мой дом. Моя крепость. Моя башня. И я должен ее защищать. О, Warcraft. Дота, дота, дота. Звуки были сначала на Warcraft, похоже, третий. Но нет, дота. Дота. Я вернусь домой, во что бы ты ни встала. Может, во что бы ты ни встала? А может, ты заткнешься? Значит так, я поеду домой и привезу наши деньги обратно. А как же Колян? А что, Колян? Да так, ничего, вспомнил просто. Это более грустная история. План битвы. А билет мамка, что ли? Было забавно, знаете, в этой версии было именно мама. Ни разу не заметно, кстати. Ладно, оставить рядом. Да, так оно и будет, что ли? О, доширак. Только сел по кужину, шо ж такое? Не надо было брать говяжий дошик. Главное не очковать. Ты че упал-то? Да блин, перед ограблением забыл коньки снять. Часто хамедия абсурда. Почему они не подскользнулись? Блестяще. Мне заметно, зайка. Какого фига, Гарик? Ты сказал, что они все уехали. Да, уехали, но я не знал, что они оставили здесь этого мелкого утырка. Тогда надо срочно валить. И что, полагаешь, что мы вдвоем не справимся с этим молокососом? Это вообще-то кефир. Значит так, я попробую проникнуть здесь, а ты иди из-за чего за пол. Давай, давай. Легко-самокат. Нормально, нормально. Зачем вообще лом в открытом доме? Да-да, из всего выводить полезные вещи, хорошие. Не тоже полезные, а позитивные. Ой, нет, они самоуничтожились. Ты нашел этого мелкого гаденыша? Нет, но мы должны его поймать. Он расставил по дому ловушки. Где ты, мелкий зас... Я здесь, е... Попробуйте поймать меня. Он наверху. Без тебя, понял. Это незаметная ловушка. Смотри, здесь растяжка. О, отлично. Как раз посушу носки. Иди первый. Гарик, я, кажется, приклеился. Что значит приклеиться? Это был гениальный план. Он, походу, сразу... Марк, сзади! Ты можешь не шевелиться, пока я тебя рисую? Прости. О, туда я считаю, отвлекающий маневр хороший. Где их дом находится? Тут все, кстати, зачетные. Ромашки мне нравятся. Как будто бы смешали. Я прикончил этого маленького мерзавца. А я заставлю его съесть холодец. Ну ты отморозок. Был, охладь, это кайф. Обожаю холодец. Он побежал туда. Я видел, Марк. О-о-о. Нашел время. Нам надо найти этого мелкого гадена. Минутку. Мне срочно нужно отмучиться в туалет. Где здесь толчок? Комнате слева. Ну он даже не съел таблетку. Он не укусил центр. Спасибо. Это не должно так работать. Да ну тебя. Я сам поймаю этого спиногрыза. Это вообще ловушка и старую часть. Ха-ха, коньки. А чем вы включите, чтобы закрыть щеколду? Тем более снаружи. Я приклю тебя. Да. Даже снутри будет нормальная удобная ручка. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Фу. Вот перья в рот это неприятно, наверное. Алло, менты? Тут два п***я хотят обнести мой дом. Вас убили? Нет? Вот когда убьют. Ха-ха-ха. Они прямо сейчас здесь репостят запрещенные мемчики. К вам уже выехал наряд. О-о-о. Как же открыть? Ха-ха-ха. Это невероятно было сложно. И вот эта ловушка, конечно, опасная. У меня с африкальным кадром пленки становится все больше. Почему ты завернут в пленку? Ты что, колбаса? А почему ты вырядился как цыпленок? Ты что, колбаса? Ха-ха-ха. Хатай его! Я поймал, Лугарик. Поймал! Я иду, Марк. Иду. Давай, гаденок. О! Так он, получается, помог все равно. Победил. Поубирал. Где деньги? Мам, я не знаю, где деньги. Но я только что вырыбал наверху двух бандитов и одного бомжа. Что? Здесь здесь репостят запрещенные мемчики. Проверим наверху. Кто это их так? Это все я, это моя заслуга. Я остановил этих преступников, которые пробрались в мой дом с целью обокрасть его. Голян, я не понимаю, как это ты не знаешь, где наши деньги? Ты забрал их? То есть вы? Вы рубили этих троих добропорядочных граждан и еще украли какие-то деньги? Нет. Вы все неправильно поняли. Правильно. В тюрьму один дома два не будет, кстати. Пойдем, пойдем. Мама, крепче держи. Так ему и надо этому мелкому. Он же потолок в гостиной проломил. Ну что, теперь нары будешь греть лет 20. Ну мне всего 9 лет. А это уже совсем не важно. А вот мы знаем, что ты мемчики труда, сто процентов. Да не может этого быть. Деньги. Где же они? О, сырная швурма. Не пока все-таки в Беларуси швурма. С картошечкой. Вечер в хату. Если вам понравился дать, ставьте фартовые лайки. Неплохо, неплохо. Ну, местами была слишком, знаете, переиграна. Но это, в общем, неплохо. В общем, очень хорошо. Тем более, один дом. Это прямо наше детство. Классно, классно. Мне нравится. Ставлю лайк. Ставлю лайк. Видеоблогерский лайк. Ребята, пишите ваше мнение. Подписывайтесь на канал OneToon. Обязательно ссылка на них есть в описании. Подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. И всем удачки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok